Добрый день! Некая Лорана, что-то она от нас хочет. Веселая девчушка стоит в нашей комнате и смотрит на нас с радостным ожиданием. У нас есть какие-то сундуки, я так понимаю, мы их можем использовать. Воистину. Мир непуганных идиотов. Деньги лежат просто так. Хотя, наверное, мои деньги. Почему бы и нет? Как видите, я пока что оделся в одеяние варвара. Но наши вещи, они все остались при нас. Вот они. Так. Пока что нам предстоят просто диалоги. Давайте денемся для диалогов. Пояс лицедеи наденем. А, неопределенное колечко еще у меня есть. Лонтанское колечко тоже надо надеть. Желательно будет надеть маску. Конечно, это странно выглядит. Ну ладно, я буду человек в железной маске. Привет. А, наконец-то вы проснулись. Я так горжусь тем, что все-таки встретила вас. Герой Невервинтера здесь, прямо передо мной. Я забегаю вперед. Вы должны простить меня, ведь я так взволнованный этой встречей. Добро пожаловать в Порт Ласт. Надеюсь, вы благополучно добрались из Невервинтера. Меня зовут Лорана. И, госпожа Арибет, даровала мне честь встретить вас по прибытию. Я рад твоя видеть. Позвольте мне еще раз сказать, как сильно я вам и восхищаюсь. Мы все слышали о героических делах, которые вы совершили в Невервинтере. И как вы спасали так много жизней от красной чумы. Ну блин, я сейчас и покраснею, блин. Че за дифирамбы в мою честь? Я знаю, вам должно быть не терпится поговорить с госпожой Арибет и начать поиски культа. Ей тоже не терпится поговорить с вами. Вы можете найти госпожу Арибет и ее помощника, Ааринагенда, в следующей комнате у выхода из этого здания. Пожалуйста, побидайте с ней без промедления. Желаю удачи в поисках источника этой ужасной чумы. Я верю, что ты добьешься успеха и опять окажешься на коне. Прощай. Я не понял, а че, я под конем что ли? Слышь? Малолетка, что за дела? Ладно. Ну-ка, а тут ничего нет? Нет, тут ничего. Кстати, давайте еще наденем плащ Ньюфы, чтобы быть более, так сказать, предпочтительным. У нас сейчас вообще по характеристикам, вон, харизма аж 16. Ну и, соответственно, навык убеждения за счет шлемака и, в принципе, пояса весьма неплохой. Вот, если кто не верит, вот, где у нас убеждение? Во, 12. Весьма себе неплохо. Неплохо. Это что было только что такое? Как-то странно, дверь открывалась с лагами. Такого быть не должно. Искатель приключений. Пожалуйста, выслушайте, у меня для вас очень важная информация. Полный мрачной решимости, воин отмечен печатью подконтрольной ярости. Пожалуйста, выслушайте, у меня для вас очень важная информация. Понятно. Нужно поговорить. Пожалуйста, выслушайте, у меня для вас очень важная информация. Ну ладно, ладно, иду, 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 иду. Приятно видеть вас здесь, в порт Ласте, друг мой. Если нам вдруг и удастся выследить этот странный культ, который распространял чуму, это наверняка произойдет с вашей помощью. Я не знаю, что вам уже рассказали о распоряжениях лорда нашего, но я, конечно, постараюсь помочь вам, как могу. Какая приказ давать лорд? Вы, конечно, знаете, что этот Дестер и Фентик оба были связаны с какой-то религиозной сектой, которая и вызвала появление в городе воющей смерти. Как мы помним, это какая-то секта поклонников изначальной расы какой-то. Но мы-то с вами знаем, что это за Орден Глаза или как там Секта Глаза называлась, Смотрящего. Мы так мало знаем об этом культе, и решить, что с ними уже покончено только потому, что их деятельность в Нивервинтере прекращена, было бы глупо и безрассудно. Вспомните еще в самом начале, когда мы были в логове, точнее не в логове, в гнезде нищих, там был странный дом, где были змеи-поклонники. Безусловно, конечно, с одной стороны они почитали, ну, эту, которая поднимала нежить, потому что она получеловек-полузмей, но вполне себе, возможно, и не с этим связана. Лорд Нашар приказывает нам найти штаб этой секты и выяснить, каковы их планы, и остановить их, пока они не сделали ничего более ужасного. Секты, шмекты, это же не сектоиды в самом-то деле. Орингент, главный шпион Лорда Нашара, сейчас здесь, в Порт Ласте, и он поможет вам. К нему стекается вся информация о всяких странных вещах, происходящих в Северных Землях. Очень возможно, что за этими странными делами тоже стоят агенты культа. Если это так, мы сможем найти их и узнать, где их база. Ваша помощь в этом деле будет неоценена. Как твоя чувствовать? Это все такой большой головной боль, нет? Да, это так. Думаю, вы можете себе это представить. Энтик, моя единственная любовь погиб от рук моего возлюбленного Лорда, а его настоящие убийцы вне пределов досягаемости. Я бы хотела с таким жаром, что это даже пугает меня найти этих союзников Дестера и заставить их заплатить или увидеть ужасное правосудие Тира. Я паладин Тира. Я поклялась защищать добро и справедливость. И все же в своем сердце я не могу осуждать Фентика. Я уверена, он делал только то, что считал своим долгом. Как много ответов, а? Так, 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 так. Вот то, что у нас мозгов мало. То есть некоторые... Вот, к примеру, мне нравится пятый ответ. То, что у него есть сердце. Что, ну, как это не надо быть совершенством. Это как так? Ладно. Все могут делать ошибку. Это даже моя знать. Да, это была ошибка. Но ведь это не просто ошибка, правда? Фентик был повешен за измену. Он опозорен в глазах своего лорда и своего бога. Просто. Но я не должна отвлекать вас от вашего задания. Я уверена, что мои проблемы не особенно значимы и вообще вас не интересуют. Пожалуйста, простите. Не-не-не, говори, говори. Просто. Просто то, что случилось с Фентиком, могло случиться со мной. Или с вами. Чего? Или с кем угодно. Откуда вы знаете, что идете по верной дороге? Я никогда не сомневалась в своей вере и в своем долге. Но ведь и Фентик тоже. А теперь я сомневаюсь. И мне стыдно признавать это. Возможно, я просто расстравляю свои раны. Возможно, я лучше знаю, что мне делать, чем кажется. Но я больше не уверена. Что со мной не так? Откуда такие мысли? Ну, откуда-откуда. Споткнулась и теперь, так сказать, обжев... Как там говорится в этой самой пословице? Кто обжегся на лаке, тот доит на воду. Ну, собственно говоря, так и есть. Твоя слишком строгая, Экс, своя. Да? Все, чему меня учили, все инстинкты Паладина говорят мне, что я недостаточно строга к себе. Но, возможно, сейчас лучше гнать от себя эти мысли. Возможно. Безопасность Невервинтера зависит от успеха вашей миссии. А мои обязанности в отношении ее мне совершенно ясны. Давайте об этом и поговорим. Твоя имеет совет, может быть. Я предлагаю вам поговорить с Айреном Генном и решить, на чем сосредоточить свои усилия в поисках секты. Хорошо. Вот так вот поговорили. Чего там? История Арибет. Арибет призналась, сколько взволнованная, разгневанная. Продолжен свой рассказ, когда ты достигнешь более высокого уровня. Шикарно. То есть, историю помощников мы посмотрели. Вот, кстати, они здесь все. Как видите, они переоделись уже. Ну, как нет-то? Как не обворовать своих коллег? Тем более, столько золота. Все за бесплатно. Так, что у нас тут? Слушайте. Мне нравится это помещение. Здесь, смотрите, даже есть буржуйка. Можно погреться. Это на продаже. Тихо-тихо-тихо-тихо. Приветствую тебя. Много невинных людей погибло от этой чумы. Культ должен заплатить. Хорошо. Культяпки получит. И здесь, как мы видим, все наемники. Они собрались себе в кружок. Кого мы наймем? Хороший вопрос. Но, скорее всего, я останусь верен себе. И со мной пойдет, как всегда, наша несравненная... Шервин. Но сначала посмотрим, что у них еще есть. В запутках. А это еще кто такой? Кендрак. Это, кстати, кабинет. Извини, Кендрак. У тебя есть интересные предметы, которые мне очень будут нужны. Лоб этого человека покрывает морщины. Он явно много повидал на своем веку. А? Полагаю, ты здесь, чтобы... вступить в наши ряды, так ведь? Однако, у меня сейчас нет времени на новых учеников. Так что, убирайся. А? Че вступить? Чёртову гильдию наемников, конечно. Разве ты не за этим здесь? Хм. Если только не для того, чтобы учиться. Погоди-ка. Теперь я понимаю, кто ты. Ты же из той кайф-компании, что пришла сюда с Леди Арибет. Так ведь? Из Невервинтера. А? Приношу извинения, юноша. В конце концов, через наш город много чужаков шастает в последнее время. Могу я что-то для тебя сделать? Говоришь, вроде гильдия? Да. Ты же знаешь, что такое гильдия, я надеюсь. Я тут обучаю наемников, юноша. А потом мы следим, чтобы они получили работу. Может, и учи моя? Мало что ты заработаешь за такое короткое время, юноша. Да и к тому же, как я уже сказал, в гильдии полно народу. Ммм, твоя продавать оружие и вещи. Неааа. Если тебе такое нужно, иди поговори с Хальялом, в треснувшей наковальне. Уж у него точно все есть, смею заверить. Я, может, нанять наемнику ты? А, если хочешь. Только тебе с ними лично надо говорить. В конце концов, они сами за себя решают. Да и цены назначают сами. Адьос. Удачи тебе в странствиях, парень. Юноша, блин. Ну и перевод. Для наемника, юноша, блин. Парень, нормально. Да, надо было мне переводить. Так, жутко грызом мы общаться не будем. Шарвин. Итак, мы снова встретились. Да. Мне сказали, что Арибет наняла вас, чтобы найти последователей культа. Не могу сказать, что удивлена. За вами уже закрепилась порядочная репутация, не так ли? Моя не думает, что я тебя здесь видеть, Шарвин. Это почему же? Лишь потому, что мы не сошлись со взглядов в Невервинтере? Я должна исчезнуть с карты Фейруна? Если вы еще не заметили, у нас тут наблюдается нехватка в бравых искателях приключений. Леди Арибет подошла ко мне на ярмарке мечей, чтобы нанять меня от лица лорда Нашера. Так же, как и тебя, я полагаю. Мне кажется, что лорд Нашер идет за все, чтобы найти этот культ. Поиск Невервинтера идет полным ходом, и нас наемников послали в порт Ласт, чтобы мы присоединились к вам и силам Арибет. Повезло же нам. Твоя, сказать еще раз, сколько твоя хотеть заработана моя? Вообще-то, мне заплатили кругленькую сумму за мои услуги лорду Нашеру. Это еще одна возможность приобрести славу, по-моему. Несмотря на то, что мне было приказано просто предложить помощь тебе, Арибет. Итак, тебе нужна моя помощь? Моя нужен кто-то вроде тебя в помощь. Своевременный вопрос. Я в вашем распоряжении. То есть, нам ее за бесплатно дают. Типа Нашер все проспонсировал. Мы можем так, получается, у любого наемника взять, что ли? Дневник дополнен. Спутник. Че, неужели опять? Да, вам что-нибудь нужно? Поболтать. О чем? Про тебя. Моя история не так уж и хороша. Если угодно, я могу рассказать о том, как начала путь Барда. Может, твоя рассказать, как стала такой красивая? Это такой же неуклюжий способ сказать мне, что тебе нравится, как я выгляжу. Моя нравится не только, как твой выглядит, Шервин. Спасибо тебе. Но ты на самом деле не в моем вкусе, прости. Так ты хочешь услышать мою историю или нет? Ладно. Валяй. Ну что ж, основу мне научилась у Даннена, моего напарника и любимого. Именно он увез меня из Невервинтера подальше от моей семьи. Мы были одной командой, дуэтом, песнями, зарабатывающими себе в тавернах, путешествовали из города в город вдоль всего побережья мечей. Мы вставали лагерем у дорог, и я с восхищением слушал, как Даннен рассказывал мне старинные легенды при свете огня. С каждой ночью я любила его все больше. А почему твоя сейчас не с ним? Отличный вопрос. В то время мне казалось, что ничего не способно разлучить нас. Он был моим первым, понимаешь, и моя вера в нашу любовь была такой абсолютной. Как оказалось, это были лучшие времена. Я должна была более осторожно к ним тогда относиться, потому что в скором времени все изменилось к худшему. Все началось, когда мы шли по южной части Амна. Мы получили довольно неожиданное и срочное приглашение спеть перед одним из самых богатых дворов в Аткатле. Это бывает плохая новость? Ну, Даннен принял приглашение и сказал, что наши выступления в тавернах наконец-то привлекли чье-то внимание, и это наша награда. Он был очень рад. Что касается меня, то я сомневалась. Я была не так уверена в наших талантах. И задать вопрос о мотивах такого приглашения было естественно. Я просил Даннена игнорировать приглашение, но, конечно же, он не послушал меня. Это было начало конца наших отношений. Хотя я тогда об этом не догадывалась. Может быть, я расскажу тебе об этом однажды. Нет, твоя расскажи мне остальное. Нет, хватит с меня пока этой истории. Я не в настроении. Идем. Нас ждут приключения. Это поднимет мне настроение, я думаю. Ну что ж, в данной главе, получается, мы опять сможем получить толику истории от наших компаньонов. Не знаю, здесь вроде бы дары они не дают, но интересные рассказы, так сказать, пополняющие информацию о данной вселенной, данном мире игровом, весьма себе неплохо. Вот про откатку нам говорят, про которую, в принципе, мы не побываем. Надо будет поговорить обязательно с Красным Тигром. С этим я не хочу разговаривать, он еще какой-то отморозок. Ну ладно, посмотрим. Я помню, что с ними разговоры это очень долго. Кстати, почему здесь копает дождь? Странно. Что-то протекает. Баракс, ты кто? Приветствую! Приветствую, герой Невервинтера. Я Баракс, бывший солдат, а ныне я намерен охотиться на тех ублюдков, что сделали это с нами. Как ты узнать, моя зовут? Каждый в Невервинтере знает ваше имя, то есть тех людей, что спасли нас от чумы. И я подозреваю, вы окажете такой же помощи в поисках тех ублюдков, что навлеки ее на нас. Слушай, я смотрю, ты одно слово хорошо знаешь. Матерное. А кого мы искали? Ну, культ, конечно. Это таинственная организация, что напустила на Невервинтер чуму, убившую столько невинных. Герой вроде вас как раз то, что нам нужно, чтобы найти их. Гы, гы, моя старайса. Уверен, этого будет более чем достаточно. Много невинных людей было убито, и этот культ несет долг, что может быть выплачен лишь кровью. Устройте им ад за всех нас. Хе-хе, конечно. Так, ну ладно, хватит с ними базарить, нужно поговорить с этим человеком. С Мавром. Каждый шаг человека демонстрирует грацию крадущейся пантеры. Его глаза настороженно окладывают комнату. Я тоже как пантера. Я иду и крадусь. Слышь, ты, дрыдастая пиявка. Привет, дружище. Насколько я понимаю, это вы помогли избавить Невервинтер от воющей смерти. Позвольте мне поздравить вас с успешным завершением этой работы. Сразу почему-то вспоминается Warcraft 3 и голос диктора, который нас обучает. Как играть в эту игру? Вы продемонстрировали редкостную отвагу и находчивость. И оба этих качества понадобятся вам для выполнения вашего задания. Дефирамбы? Но не с этого нам следовало начинать. Меня зовут Оринген. И я уже довольно давно служу нашему лорду Нашеру. Надеюсь, что теперь вы сможете воспользоваться моими услугами. Как твоя помогать мне? Мое место тени. Теневой воин? У меня много глаз и ушей в северных землях. И я должен информировать лорда Нашера, где его подстерегают ядовитые змеи. Если бы я предвидел действия этого пульта, то мог бы предотвратить несчастье. Но эти люди очень умело держались в стороне от меня. Да ты чё? Но я не буду обвинять себя в совершенной ошибке. Вместо этого постараюсь сделать всё возможное, чтобы исправить её. А для этого я передам вам всю информацию, которая у меня есть, чтобы помочь вам узнать, где прячется это новое гнездо гадюк. Арибет рассказала вам, где вам следует искать, да? Она сказала, как вы можете выследить этих демонов. Она говорит, твоя давать деталь. Ульт будет нелегко обнародить. Однако тех крох информации, которые мне удалось собрать, хватит, чтобы сузить область ваших поисков до этого района. Совершенно необходимо точно узнать, где находятся базы секты, и мы должны быть уверены в том, что найденные нами ключи не являются ложными наводками. Арибет не успокоится, пока по меньшей мере два следа не приведут нас к одному и тому же месту. Вот в этом-то и состоит ваша задача. Я могу предложить вам один возможный вариант. Для меня дошли какие-то странные слухи о нескольких пещерах к северу от порт Ласта. Может оказаться, что сектанты скрываются там. Ну, сразу скажу, если что-то такое припоминаю, если честно, дальше уже все в тумане. Я прекрасно помню, что где и как именно было в городе Невервинтер, а вот дальше уже сложности с восприятием. Но ничего, справимся. Я точно знаю, что в пещерах вроде бы культа нет, там очень много веселых троллей. Ну, это так. В случае неудачи, ты можешь исследовать другие направления. Город Лускан к северу, лес Невервинтер к востоку и дикие земли вдоль южной дороги. Угу. Однако я думаю, что разумнее всего будет вам сперва осмотреть эти пещеры. Да. Твоя говоримая про эти пещеры. Пещеры находятся в холмах к северу от порта Ласта, возле трактира Зелёный Грифон. В них долго жили племена орков, бакбиров и тому подобных существ. Обычно они не представляют особой опасности. Бакбир? Я знаю, вроде пиво такое. Ладно, это я что-то другому. В последние несколько месяцев я получил новости о том, что странные двуногие существа грабят земли к югу от Лускана. Ну, наверное, разбойники? Это было бы неудивительно, если бы эти существа не были теперь хорошо организованы и говорят, ими руководят люди. Ну да. Это убеждает меня в том, что тут может быть замешан культ. Тебе предстоит выяснить, так это или нет. Только учти, что бы там ни обнаружилось, Арабет будут нужны два чётких указания на место расположения культа, прежде чем она начнёт действовать. Мы не имеем права на ошибку. Окей. У тебя есть ко мне вопросы, друг мой? Нет, моя водитель. Пусть посланная богами удача не оставляет вас, друг мой. Это он типа реверант сделал, видели? Он там ножками что-то там сделал, какое-то опа непонятное. Ладно. Кивнём ему что ли? Не-не-не-не-не-не! Ни в коем случае! Чёрт подерь, я перепутал. Кланяться мы ему не будем. Просто кивок. Вот так вот. Ну что ж, задание мы взяли. Нас с вами отправляют на поиски культа. А именно нужно будет посетить определённые места. Так. Нужно поискать на севере Луска, на севере в лесу, на Эвервинтер, на востоке или в пустошах южной дороги. Короче, нужно будет всё это исследовать. Пока что мы никуда не отправляемся. Мы будем рассматривать территорию порта. Возможно, мы получим какие-то ещё дополнительные задания. Порт Лускан. Это такое место? Негодяйское, скажем так. Ну вот. Эй, приветствую, сэр! Или, может быть, господин? Я плохо в этом разбираюсь. Просто вы похожи на искателя приключений. А нам с папой требуется помощь. Шо за проблема? Ну мы с папой, его зовут Герол. Порт Ластеева все знают. Мы живём на ферме к северу от городских ворот. На холмах вокруг наших ферм обитает множество монстров. Обычно они нас особо не беспокоили. Но в последнее время они совсем обнаглели. И начали нападать на путешественников. Караваны и так далее. И они даже похитили мою мать на прошлой неделе. Пока нас с папой не было на ферме. И папа послал меня в город за помощью, мазафака. Почему твой и твой отец не уходить? Папа говорит, что ни за что не оставит маму. И к тому же, это наша земля, ёпты бля. Папа не хочет уходить. Не могли бы вы просто поговорить с ним? Ладно, моя, помогай. Это было бы прекрасно, господин. Уверен, папа оценит вашу помощь. Чтобы попасть на нашу ферму, нужно выйти из северных ворот и немного пройти по дороге. Я пока останусь здесь и постараюсь найти ещё кого-нибудь, чтобы послать к папе. Пока он не позовёт меня обратно. Но я уверен, что у вас всё получится. Просто отправляйтесь к нему и поговорите с ним. Хе-хе-хе. Нормально. Вот так вот нас опять поймали. Уже была похожая ситуация. Нас уже подлавливали. Так, это кошак воет. Ну что ж, посмотрим. Сын фермера. Фермер. Поизучаем данное место. Моряк. Ну что ты будешь делать, фермер? Давайте карту включим. Доки. Доки. К северной дороге. Таверне. Ага. Таверна Герб Союза. Казармы наёмников. Здесь ничего. Дальняя ферма. Понятно. Ну, в принципе, мест для посещения не так уж и много. Давайте посмотрим. Начнём с храма, я так понимаю. Нет, сначала начнём с портовой части. Э, мужики. Нет, мужики не... А там что такое ходит? Крестьянин. Пьяные моряки. Так, а ты кто такой? Фларг. Что за фларг? Сейчас пообщаем с этим фларгом. Мне не нравится его рожа. А это ещё кто? Подозрительный персонаж. По виду ты вроде бы знаешь, какова это в тени жить. Что если моя так делать? Ну раз так, я как раз такой парень, как тебе надо. Есть у меня товар, который тебе сильно жизнь облегчит. Я смотреть твои вещи. Так. Торговец, который может повыдавать... О, великого убеждения. Нифига себе. Охрененно. Он получше будет. Чем наш шлем. Ну ладно. Броня легиона тени. Маскировка плюс 5. Кстати, прикольная вещь для того, кто реально хочет быть в тени. Так, немного прервался. Но у него покупать мы ничего не будем. Ничего нет интересного. А вот ты меня интересуешь. Слышь. Детина. Приветствую. Фларк делает то, делает сё. Да Фларк тупой. Согласен. Понятно. Ящик заперт. Прикольно. В принципе, шмана здесь ничего не будем. Тут брать нечего. Пьяные моряки. Быдло. Быдланы. Ладно, бывает. С кем не бывает. Здесь, так понимаю, складское помещение. Да, доки. Давайте зайдём, посмотрим, что там. Скорее всего, ничего интересного. Хотя. Хотя нет. Что я должен был понять, что не стоит вам доверять. Стоит пойти на малый риск. И вот. Оговорённая цена вас уже не удовлетворяет. Причев. Моряк очень сильно чем-то расстроен. Так. Ну, я не знаю. У них, видимо, какое-то сомнительное дельце. Сейчас узнаем. Ух ты. Тюк с одеждой. И там Эль. Интересно. Очень. Взлом. Давай, 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 давай. Ломай, 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 ломай. Дело сделано. Молодец, молодец. Немножко камышков в нашу коллекцию. Приветствую. Похоже, ты в них разбираешься. Почему бы тебе не пойти, не убедить этого болвана, отдать мне мрамор, чтобы я мог отплыть в Уотердип? Ты кто? Можешь называть меня Капитан Мунг. И я владею судном, которое перевозит разные товары из Порта Ласт в другие места. В другие места, которые я выбираю. Но этот нехороший хозяин Дока превращает мою жизнь в сплошной позор. Скажи, вот тебе бы пришло в голову слать товар в Невервинтер, если бы можно было пойти в Уотердип? Я хотеть узнать вся история. Эта задница хочет отправить меня в Невервинтер, а у них там чума. И я не хочу рисковать своей жизнью, чтобы тащить им еду и припасы. Особенно в том случае, когда выбор состоит в том, чтобы рисковать жизнью или отвезти в Уотердип немного мрамора за приличную плату. Хорошие деньги, говорю вам. А я пойти поговорить с хозяин Дока. Спасибо. Не стану брать с вас никаких обещаний, но если сможете убедить его дать мне хороший груз, я буду благодарен. Ну вот, сделка с совестью. А ты кто такой? Приветствую! Слушайте, я видел, вы говорили с капитана Мунгом. Уверен, он вам много чего про меня наврал. Просто выслужите мою позицию, прежде чем делать заявление, ладно? А ты кто? Да вы там... что? А, простите, звать меня Причев, и я сейчас несколько замотан, если вы не заметили. Эй, я не хотел бы обременять вас своими проблемами, но, ну, в общем-то, выговориться бы мне не мешало. И кто знает, может, вы сможете помочь? Говори. У меня есть два груза. Один направляется в Уотердип, а другой в Невервинтер. Товар для Уотердипа стоит больше, но Невервинтский груз благотворительный. Это помощь, которую собрали жители порт Ласта. У доброго капитана Мунга есть место только для одного груза. Конечно, он хочет получить деньги за более ценный товар, но народу в Невервинтере действительно нужен этот груз, чтобы облегчить их положение. Я думаю, ты слишком требует выделать сделку. Странный вопрос, конечно. Ну да, Ланг. Так, и ладно. Ну, собственно говоря, это, опять же, выбор у нас. Либо добро, либо зло. Скорее всего, за продажу мы получим минус кармы. Приветствую! А почему только Уотердипский груз? Нет, да, всё правильно. Моя думает, ты отдай, капитан, этот Уотердипский груз. Что? Нет, я не отдам ему Уотердипский груз. Этот благотворительный груз должен попасть в Невервинтер. Немедленно. Мне нужно отправить его сейчас же. Вы серьёзно? Да вы что, не понимаете, какова ситуация? Тут в порт Ласте все скинули, чтобы помочь гражданам Невервинтера. И этот груз должен быть доставлен. Он чрезвычайно облегчит Невервинтерцам жизнь. Я понимаю, как важны деньги, но деньги ещё не всё, знаете ли. Это доброе дело. Я убить твоя и бери груз, если ты не делай. И вы будете угрожать мне за это? Ради чьей-то чужой выгоды? Я не понимаю. Потому что твоя тупой. Ну чё, выбирай. Хоть меня от вас и тошнит, ладно. Я освобожу этот груз. Только больше со мной не разговаривайте. Я стал злым. Слышь, мужик! Стой! Капитан, мать твою! Нормально. Вот и пообщались. Куда он делся, а? Капитан! Я чё, зря что ли тут это повыделывался? Видимо, да. Этот конченый дурак куда-то делся. Извиняюсь за такие выражения, но ладно. Короче, я здесь ничего чистить не буду. Это можно сделать будет из-за кадра. Мы просто смотрим данную территорию. Ну, я тебя понимаю, что тебе жаль. Ты не можешь открыть. В принципе, и не надо. А тут что у нас? Мне очень жаль. Ну, с другой стороны. Шервин, ты меня разочаровываешь. Ты вообще ничего не можешь. Таверна Герб Союза. Я думаю, зайдём в таверну. Тэ-тэ-тэ-тэ-рэ-тэ. Упс, извиняюсь. Слушай, сколько людей, с которыми можно пообщаться. Прикольно. Ого! Не говорили о вашей красоте. Все ещё образуется. На всё есть причина. Ты герой Неврвинтера. Это несомненно. Я не герой. Я думаю, иначе. Вы ведь спасли целый город от ужасного и наименуемого опустошения. Но, разумеется, все должны считать вас героем. С дороги! Простите, я... Мне нужно было удостовериться, что это и правда вы. Я хочу вас поблагодарить. У меня семья в Неврвинтере, а вы спасли им жизнь, когда прекратили чуму. Пожалуйста, примите это кольцо в знак моей благодарности. Ладно, сойдёт. Нет-нет, не продавайте его. Не знаю, волшебное ли оно, но мне оно всегда приносило удачу. Объясняю. Это на самом деле приманка. Что он мне дал-то вообще? Кольцо Соломона. Кольцо вы получили от Соломона, странного полурослика, пришедшего к вам, подарившего кольцо вам. Не беспокойся, юный Эндер. Всё ещё образуется. На всё есть причина. Спасибо. Ты так помог мне, Элфуа. Да. Голоса. Я только что слышал, так сказать, президента Эдема. Другая игра. Ладно, поговорим с этим несчастным Костоломом. Рад приветствовать. Элфуа, ты там? Ты ведь не из Невервинтера, а? Пошла, ребят. А, ребят? Йес. Я так и думал, вот только в рассказах не упоминалось, что ты... Не того маленько. Чё? Меня зовут Чернослов, Чернослов Костолом. Я тут с тех пор, как... Благодаря тебе убралась воющее. Пытаюсь вызнать, откуда бы она могла взяться. А, что ты находи? Я слышал, что тебе рассказали, ясное дело. За этой чумой стоит культ, и он где-то на севере. И я точно не уверен, где. Но какие-то подозрения имеются. Ладно. Что в городе? Так помог мне, окно. Всё время, пока я тут восстанавливаю здоровье Элем, этот пацан Эндер ошивается в гостинице и только и говорит, что о каких-то волколюдах. Псих какой-то, понимаешь? Воображаешь, что тут одни оборотни кругом. Ясно. Где ты думать культ? Эээ, на северной дороге. И скажу тебе, почему? А там целая сеть пещер, где всю жизнь водились гоблины. Но теперь их там сотни. Да и что похуже имеется? И я ходил туда, чтобы самому убедиться. Орки, багбиры, да и гоблины. Там-то... там-то и колено мои почикали. Паскудные гоблы на меня выскочили из засады, пока я соображал чё к чему. Колено? То есть, когда-то его тоже вела дорога приключений, но в колено попала стрела. Хе-хе-хе-хе. Ладно. Да пока. Прощай, юноша. Не беспокойся, юный Эндер. Всё ещё образуется. На всё есть причина. Спасибо, ты так помог мне, Элхилор. Элхилор, единственный торговец антилеконтропскими товарами в Гавани Порт Ласт к твоим услугам. Спешите, спешите. Уникальное предложение. Защитите себя от грозной легенды о чёрном волке. Ха! Чё значит эти антили-вили-шпили-вили продавать в виле? Антилеконтропское. Это значит, всего лишь что мои товары положат конец любому вокалаку, который тебе повстречается. Вроде могучего чёрного волка, например. Что ты знаешь про чёрный волк? А-а-а, вот уж история так история. Чёрный волк – легенда этих мест. Могучий оборотень, что бродит вокруг уже многие годы. Ворует детей и убивает одиноких путников. Теперь, однако, это уже не легенда. Вот Эндер, единственный выживший из группы охотников, что повстречала чёрного волка во плоти. И более не существует. И при чём тут твоя? Но, сам я никак с этим не связан, сэр. Я путешествую по тем землям, где ходят рассказы про ликантропов, в надежде, что мои товары помогут бороться с ними. Люди тут, конечно, сильно боятся этого чёрного волка. Так что торговля товарами против оборотней идёт полным ходом. Вот Эндер мне очень помогает. Моя хочет больше узнать про эту встречу. Ты лучше расспроси юного Эндера. Он всё видел собственными глазами. В то время, как я могу лишь пересказывать чужие разговоры. Пока. Я у него ничего не буду брать. Прощай. Просто мне кажется, он наживается на чужом горе, то есть продаёт всякое говно. Здравствуйте. Вам что-нибудь нужно? Хотите что-нибудь спросить у меня? Ты кто? Моё имя Эндер, сэр. Я помогаю здесь Эл Хелору, когда он в этом нуждается. К тому же, он сделал из этого хорошее предприятие. Если вам нужно что-нибудь, чтобы сразиться с Вервольфом, вроде того, который так потряс беднягу Эндера, только скажите мне. Ай, адьос. Знаете, с вами поговорить мне было вовсе не трудно. Желаю приятно провести время в Порт Ласте. До свидания. Бред какой-то. Здравствуйте. Вам что-нибудь нужно? Хотите что-нибудь спросить у меня? Про волка. Я знаю, что Эль Хелору это нравится. Но мне не стоит об этом говорить, сэр. Мне очень жаль. Но можете спросить Ньюрика об этом чудище, если хотите. Кто Ньюрик? Он жрец в храме Тира. Ему многое известно о Черном Волке. Ну, на самом деле, ему обо всем многое известно. Ясно, пока. Еще раз до свидания, сэр. Вроде бы, ты и есть Черный Волк, Эль Хелор? Не помню. Разберемся. Душевно приветствую. В гербе Союза так редко встречаются новые лица, с которыми можно выпить. Привет. Привет, моя я. Все еще образуется. На все есть причина. Увы, я не сэр. Хотя мне лестно, что меня можно принять за такового. Меня зовут Элайт Кролнобер. Но, конечно, просто Элайт. Меня вполне устроит. В подобные моменты я так хочу вернуться в Эвермит. Изящество и изясканные манеры мыли правилом, а не исключением. Увы, сейчас этот путь для меня закрыт. Элайт Кролнобер. Я слыхал ими ранее. Ах да, контрабандист и беспощадный абонтерист из Уоттердипа? Возможно, вам довело слышать о моем маленьком приключении с рыцарями Щита. Это не имеет значения. Вы знаете меня лишь по рассказам о том, каким я был когда-то. Ныне я уже не таков, даже если вы мне не поверите. Может, твоя продавай моя вещи? Это правда. Когда-то я был поставщиком черного рынка. Однако я уже давно отошел от дел и бросил это занятие. Твоя правда отошел или просто притворяться? Уверяю вас, мой низколобый друг. Я воистину отошел от дел. Но нужно понимать, что есть разница между словами «отошел от дел» и «отошел от дел». По правде говоря, у меня могли бы заваляться с лучших времен кое-какие штучки-дрючки, которые я все еще хотел бы сдать. Ничего особенного, но, возможно, вы захотите взглянуть. Да. И вот мы получили, так сказать, доступ к черному рынку. Еще один торговец для него. В принципе, я ничего у него хорошего не вижу. У меня все лучше. Ну, конечно, продажи. Ого! Вот это неплохое колечко. Это в сочетании с нашим ремнем дает не весьма неплохие действия. Забирай. Я даже подумаю о том, чтобы кольцо защиту не надевать, а вот именно надевать вот это вот. Вот «Ента», вот «Кольцо Мощинника». Опять контракт Шервин у меня. Не беспокойся, юный Энгер. Все еще образуется. На все есть причина. Спасибо. Ты так помог мне, Элфор. Слушайте, они все свои контракты забрали. Нормально. Хитрый план. О, броня еще у меня есть. Магическая броня защищает своих владельцев, но не на... На... База защиты 2. Бонус к броне 2 из 3. Интересно. Эльфийским следопытом. Эльфийский плащ. Мне он не нужен. Из меня следопыт, как я не знаю из кого. И вот этот туда же. 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 Это у нас осталось с прошлой части. Просто все забрал, чтобы распродать. Изделие невидимости. Извиняюсь, просто забыл сразу это сделать. Вот сейчас продаем. Так сказать, распродажа. Так, сравниваем. 3 на 4 плюс 1. То есть как по факту защиты 4. Максимальный бонус ловкости 4. А эта броня сколько дает? Ну, в принципе, то же самое. 4 будет и максимальный ловкость. Ох ты, блин. Она лучше. Я ее не продам. Она ей дороже, кстати, стоит. Шикарно. Холосо. Холосо. Извиняюсь. Ну, реально она лучше намного. Хозяин. Давайте с хозяином поговорим. Чем могу служить? Какая прелесть. Еще один варвар. Фи. Полагаю, я могу позволить вам остаться, но постарайтесь быть осторожней с мебелью. То есть, мебель это такие штуки. Забудьте. Чем могу служить? Сколько цена за комната? Ой, 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 ой. Не как сама куртуазность нам в гости пожаловала. Надеюсь, вы умеете пользоваться ночным горшком, а? Терпеть не могу менять грязные простыни. Ты не смейся, а то руки отрезать. А, да, простите меня, сэр. Всего лишь пять золотых за хорошую комнату. Гарантирую мирный сон после тяжелого дня. Пойдет. Слышь, ты не оборзел? Я думаю, ты меня куда-нибудь отправишь? Короче, нас поймели с вами. Это называется я в комнате. Сижу перед мудаком. И минус пять монет, да? Точно. Скотина. Обманщик. Я тебе еще припомню. Так, ну тут выход. Нам сюда пока не надо. Здесь, скорее всего, еще есть второй этаж. И там есть жители. А пришел я отсюда. Давайте на кухню заглянем. На кухне никого. Ладно, идем наверх. Интересно, здесь жители, в этом порту. Шайка бандитов. Так, не помню, есть тут враги или нет. Нет врагов. Так, тут никого. Я не буду сейчас заниматься грабежами. Я просто посмотрю, нет ли чего здесь интересного. Если, ну я потом, когда буду... А, ну вот, клиент. Такой длинный день. Выпить бы. Я тебя понимаю, парень. Ладно, я уйду. Сундуки мы потом обшмонаем, потому что это так себе не очень интересное занятие. Просто чисто посмотреть. Мы тут поговорим. Если там что-то интересное найду, конечно же, посмотрим. Посмотрим. И давайте, кстати, посмотрим, что я там за бронежилет нашел такой интересненький. Вот этот вот. Ну, господи ты, боже мой. Ну, что это за... Да. Не, ну, безусловно, брони больше. И мне нравится модификатор. Этой самой ловкости. Потому что здесь он поменьше будет. Видите, как бы максимальный бонус 4. А тут... Максимальный бонус 6. Хотя, опять же, с другой стороны, это надо прокачаться очень хорошо в ловкость, чтобы этот самый бонус активно использовать. Я не могу его до сих пор использовать. Так что, что он есть, что его нет. Заходим в храм. Вот так вот мы в него заходим. Не Юрик и Калинандрос. Прикольное место, святилище. Помолюсь, что ли я? О, великий Канделябр! Дай мне силы бороться и побеждать. Канделябр, воздаю тебе эти хвалы. Как после кружки тролличьего Эля! Замечательно. Надругались. Приветствую вас! Надеюсь, твои подвиги в Невервинтер не были просто везением. Арибет много сил вложила в тебя. Не жди, что я исцелю тебя или вроде того. Мои силы связаны с порталом и камнем возврата в твоем мешке. Ясно, пока. Прощай. Дохранить тебя, Тир. То есть, мы будем телепортиться сюда, так понимаю, да? Будем знать. Ну да, вон портал, кстати. Рад приветствовать. Добро пожаловать в храм. Скажи мне, вы хотите получить помощь Тира или, возможно, сама госпожа Удача прислала вас к нам в эти черные дни? Зачем я надо ходить в храм через этот маговский дверь? Знаю, что вам это может показаться странным, господин. Но храм в порт власти был на самом деле разрушен во времена невзгод. Когда сами боги ходили по Фейруну. Мы отступили в пещеру далеко от города. Достаточно хорошо укрытую, чтобы мы могли в безопасности исполнять волю нашего владыки Тира. За наши старания он благословил нас порталом, что осветил новое место и до сих пор соединяет храм с городом. Конечно, больше в порт власти нам не грозит опасность. Но этот сокрытый храм все еще прекрасно служит нам. И к тому же, что ни говори, если нас вновь постигнут невзгоды, он будет нам безопасным убежищем. А, ну понимаю. В таком случае, не нужно ли вам чего-нибудь, брат? Я помогу, насколько буду в силах. Ох, не брат ты мне, недоросль. Так. Я хотя и знаю, что тир дай мне. Что ж, брат, я немедленно просвещу вас насчет всего, что может дать вам тир. Позвольте мне углубиться в подробности. Если вам нужны целительные свитки или разного рода зелья, то они, несомненно, защита наших лучших жрецов. Если вам нужно что-либо, что может пригодиться представителю верного ордена, позвольте немедленно заверить вас, брат. Вы в нужном месте. В таком случае, не нужно ли вам чего-нибудь, брат? Я помогу, насколько буду в силах. А может, помогаю я твоя? Ну, я не уверен, имею ли я право просить об этой услуге, поскольку она связана с опасностью. Но это очень важно. Не беспокойтесь, я возмещу вам риск, если это имеет значение для вас. Я не знаю, чем твоя помочь. Твоя скажи. Я надеюсь, вы знаете, что говорите. Ну да, я далек от того, чтобы вас получать. Я... Ох, ну давайте-ка я сначала отвечу на ваш вопрос. Позвольте рассказать вам, как все начиналось. Не так давно мерзкая тварь поселилась неподалеку от города. Вначале мало кто из нас знал о ее присутствии. Воистину, многие годы порт Ласт почти не знал таких неприятностей. Постепенно, однако, мы все узнали. Несколько наших граждан бесследно исчезли. И каждый раз в ночь полнолуния были найдены волчьи следы. Постоянно слышу совой. Мы решили, что город в осаде. Однако, беда заключалась не в стае волков. Она происходила от существа гораздо более сильного и коварного. Волка Лака. Знаменитый охотник, сэр... Эм... Сэр Каратис отправился за ним, получив приказ убить этого черного волка, как мы его прозвали. Каратис взял с собой четверых юношей из порт Ласта, дабы они помогли ему совершить сей подвиг. Но, к сожалению, черный волк не знает жалости. Он одолел рыцаря и напал на мальчиков. И лишь юный Эндер смог вернуться к нам нетронутый. По словам Эндера, трое остальных мальчиков были ранены, но смогли убежать. О, я боюсь, это означает, что проклятие оборотня передалось и им. Если юношу не найти и не вылечить, или... или не убить, мы окажемся перед лицом даже большей опасности, чем один черный волк. Вот серебряные обереги, которые еще способны очистить их кровь от проклятия. Сначала, однако, вам придется обуздать зверей и убедить их воспользоваться амулетами, если сможете. И затем, нужно будет устранить самого черного волка. Как я уже сказал, жуткое, но необходимое дело. Я надеюсь, до такого кровопролития дойти лишь в самом крайнем случае. Они просто невинные юноши, которые прокляты. Тут есть торговец, который пришел в город, заслышав о нашей беде. Его зовут Элхилор. Вы найдете его в гостинице Герб Союза. Он может обеспечить вас стрелами с серебряными наконечниками. Кроме того, у него есть немного белладонны. Но, пожалуйста, используйте их лишь в случае, если у вас не будет другого выхода. Я много это делаю. Вы не представляете себе, как это облегчение для меня слышать это. Вот, возьмите серебряные обереги. Надеюсь, с их помощью вы сможете исцелить всех трех мальчиков из Сара Каратиса. Если, конечно, он еще жив. У каждого из мальчиков было кольцо. Если они исцелятся, то по доброй воле отдадут их. Принесите их мне, и тогда я пойму, что их состояние улучшилось. Хорошо, пока. Эти дети город молятся за них. Все мы. Я надеюсь, вы станете их спасителем. И да пребудет с вами Тир. Че он там выдал нам? Какие-то молитики? Во, серебряный оберег. Созданный из благословения Нюрика, жреца из Порта Ласта. Этот гадкий, ой, гладкий оберег обладает силой спасать души тех, кто недавно подвергся воздействию ликантропии. Ликантропии кому как удобнее. Во всем остальном это довольно слабый талисман. Ясно. Будем иметь в виду. А мы, оказывается, находимся уже не в городе, а где-то в пещере, которая выдолблена в скальном массиве. Представляете телепортал? Какой хороший. Интересно, если портал, так сказать, сломается, а я не успею пройти. Помните, кто смотрел фильм Дум? Что случилось с доктором Кармаком? Было больно, мне кажется, ему. Так, ну что ж, идем по дорожке. В принципе, здесь мы были. Нужно бы в дом Эль Келора зайти. Интересно, что на ковальне посетите. Обязательно в тысячу магических мелочей. А ты кто такая? Красивая молодая девушка, фыркая глядя на других горожан, но, завидуя вас, она улыбается. Привет, парниша. Я тебя не узнаю. Должно быть, ты пришел сюда недавно. Что такое бравый искатель приключений, как ты делай в таком дерьмовом городичке, как этот? Я думаю, твоя неправа, вместо нормальной. Как твоя звать? Ты просто еще его не знаешь. Когда ты проживешь тут достаточно времени, ты по-настоящему возненавидишь его. Меня зовут Шаудриса, а тебя? Я звать Хватмар, но твоя звать моя Хватмар. Нормально. Я рад твоя видеть, ты симпатичный. Боги, какой я здесь, конец джентльмен. Такого редко встретишь в нашем помойке. Я думаю, ты заставляй меня быть хорошей. Честно? А я-то надеялась пробудить в тебе самое худшее. Этот город наводит на меня скуку своим приличием. Я хотеть нас наедине. Почему бы нам сначала не узнать друг друга поближе? Адьос. Обычная куку. Мы не будем на нее тратить время. Она вроде бы ничего хорошего не дает. Ну что ж, поднимаемся на этот подъем. Здесь магические штуки продаются, я так понимаю. Фонтанчик, сундучок. Давай взламывай. Я пока здесь постою. Оденемся как джентльмен. В странные шмотки. Сарптил. Дама с глазами как льдинки смотрит в небо задумчивым взглядом. Добро пожаловать в лавку, как я ее называю. Я Эльтура Сарптил. И вряд ли вы найдете где-то еще такой прекрасный выбор товаров. Что ты продавай? Что я продавай? Вы всегда так разговариваете. Простите, не хотела быть грубой, но мое любопытство часто одерживает надо мной верх. Я продаю лишь лучшие из могильских принадлежностей. Воистину, вряд ли вам удастся найти более прекрасное собрание, чем у меня. Покажи. Увы, я не показываю свое редкое и ценное товар каждому, кто проявит любопытство. Чтобы взглянуть на них, вы должны принести мне магический реагент. У вас есть что-нибудь, что могло бы меня заинтересовать? Я есть реагент, забирай! Что у вас за реагент? Давайте сустав скелета дадим. Да, ничего не имею против. О, в таком случае, не угодно ли взглянуть на то, что мы можем вам предложить? Ну, просто интересно, что у нее есть. Золотой венец. Фига себе золотой венец. Дорогой. Ему не идет магия смерти. Интересно. Ботинки следопыта плюс два. Конституция плюс два. Не очень интересно. Рукавники брони на двое. Это интересно. Но это мантия. Плащи. Укрепление. Так, у меня плащ нимфы. А еще у меня есть плащ укрепления. Плюс один. А тут плюс два. Уже интересно. Вот. Плащ укрепления на двое. Это хорошая вещь. Но он дорого стоит. 26 тысяч. А у меня всего лишь 6 тысяч. Деньги не хватает. Но мы поняли. Куда нам, если что, заглянем. Я понял. У них все дорого стоит. Вот, к примеру, сопротивление на два. Это спас броски все на два. Было бы прикольно его взять. Дорого. Дорого. Ладно. Мы еще сюда вернемся. Так сказать. А что у тебя там? Лаборатория. Ребятствую. Просто бульбулятека. Кермит. Говорящее растение. Нет. Я думал, он разговаривать будет со мной. Оказалось, что нет. Ладно, бывает. Странная локация. Ну ладно. Здесь мы делать ничего не будем. Магия это опасная вещь. Лучше ее лишний раз не беспокоить. Выходим. Нам осталось посетить здесь, получается, тавер... Ой, таверну, говорю. Ферму. Слушайте, потемнело. А помимо фермы еще кузнеца посетить. Кузнецка, кстати, рядом. Вот он. В рощу мы не пойдем. Это вроде как отдельная локация. Хальяр Трондор. Чем могу служить? Добро пожаловать. Я Хальяр Трондор. Это наковальня. А вы здесь, я полагаю, чтобы растрясти меня и разорить на скидках. А че же странец? Ты продававящий? Что я может брать? Да ладно, проехали. Широкий выбор товаров. Ну, универсальная лавка. Ладно, там неинтересно. Так, ну что ж. Ботинки Средопыта опять же мы видим. Плащ Нимфы, плащ Защиты. Да нет, то же самое, в принципе. Цены кусачие. Ну, мы пока что неплохо укомплектованы. У нас, как видите, если что, даже колечкость, которая дает дополнительную защиту от всяких магических штук. Речь идет об этом. Вот, сопротивление. Дух сопротивления. Сопротивление к стихиям дополнительно 15. Голиваар, отважный, устав от земных врагов, решил завоевать хаос. Он потратил свое состояние на кольцо, которое позволило ему выдерживать все простейшие ранения. Это было первое кольцо такого типа. Никто не знает, помогло бы ему кольцо пройти все 666 уровней преисподней или нет, поскольку его люди взбунтовались перед открытым порталом и столкнули туда Голиваара без всякой экипировки. С тех пор о нем ничего не слышно. Вот. Хорошее колечко. Мне нравится. Так что мы, наверное, будем с ним ходить, если что. Рад приветствовать. И ты торговец. Обалдеть, все торгуют. Силы Огра. Плюс 2 к силе, это интересно, кстати. Плюс 1, да? Не, ну, в принципе, сила для нас, это важно. Это важный навык. Я бы добавил. Добавил. Посмотрим по ценам. Кожаный доспех плюс 1. Вот наш. Плюс 2 я не вижу. Будем знать. Звездная броня. Бонус к броне плюс 3. Сопротивление электричеству. Броня испускает радужное внутреннее свечение. Говорят, великий Джаред, штурмовой лорд, прославился, когда бросил вызов взрослому синему дракону, облачившись в этот доспех. Он победил дракона, а его огненное дыхание ни разу не коснулось Джареда. Джереда, точнее. Однако имя штурмовой лорд он получил уже после смерти, потому что этот доспех почти не защищает от зубов и когтей. Ясно. Ну, да, я вижу, есть сопротивление. Электричество. И класс к броне плюс 3 к защите. Но у него вообще нет защиты. Так что это неинтересная штука. Ну вот рукавички плюс 2 к силе. Это хороший навык. Скорее всего я перчатки-то потом пообменяю. Сколько они стоят? Еще раз. 8 тысяч. Скорее всего это самое первое, что мы купим. На рукавнике брони я единичку брони как бы оставлю. Бог с ней. Сила нужна. Очень нужна. Ну ладно. Облизываться не будем. То есть самое первое, что мы купим, это перчатки силы. Второе, это надо будет прицеливать скорее всего на плащ. Более мощный плащ. Фермера. К фермерам я не пойду. Я пойду в дом Вейвейна. И вот сюда. В дом Эльхиор. Помните торговец? Эльхиор. Так, ловушка. Кровь. Горка черепов. Не понял. В доме стоит неприятный мускусный запах. Источник угадавора невозможно угадать. Место мне абсолютно не нравится. Делаем так. Да, я готов. Я готов. Тут ловушка. Ага. Сработало сопротивление. Мне нравится. А лотарь. Бычья сила. Это полезно. Явно, что с этим местным, так сказать, торговцем что-то не так. Алтарь. Кровавые пятна. Черепа. Вот я не помню. Вроде бы он оборотень. Что-то такое у меня там прямо-таки подсказывает об этом. Ты кто такой? Фермер. Фермер пусть живет. Слышь, ты, псина. Ладно, я пюсиков люблю, я его не буду убивать. Давай, ломай. Тупая овца. А, нет. Да ладно, я пошутил. Дело сделано. О, еще сила. Прикольно. Согласна. Дело сделано. Еще в дальнюю ферму сходим. А все остальные дома, они не так не отмечены, значит, там ничего важного нет. Так, ну, соответственно, видим сундучки и какой-то спуск в подземелье. Интересно. У меня очень жаль. Ясно. Ну, сундуки, как я говорю, я за кадром все вскрою. Потому что... Мало вероятны, что там будет что-то интересное. Только чисто лут, который можно будет продать. Если будет что-то интересное, безусловно, конечно, я покажу, как это и что это. И зачем это. Ммм, детки. Не помню, видел ли я тут... А, нет, видел, видел раньше тут детев. С инфермера. Тот парененок, который нас, получается, призывал к какому-то мужчине на ферму, он живет не здесь. Они живут в отдельной ферме, но это нужно выходить за врата. Это будет что-то потом. Ну вот, зайдем в дальнюю ферму. Факюта, убери, дебил. Мистер Айзенфельд. Приветствую вас. Я предупреждаю вас, если вы ищете... Че? Приветствую. Убирайтесь. Мы не хотим, чтобы с вами в этом доме пришла беда. Хозяйка вам ест и сказала, давайте проваливайте. Эм, что? Ну ладно, они не хотят со мной общаться. Они плохие люди. Так. Очень интересно. И как мы будем с ним разговаривать? Наверное, языком... Боли. Я оторву тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. В смысле? Пожалуйста, не могу удержать себя. Слушай, он силен. Слушайте, он силен. Косимся. Это что было такое только что? Мое оружие неэффективно? Приветствую вас. Да-да, конечно. А кто там был наверху? Приветствую. Собственно, вы понимаете, что здесь какая-то веселая вещь. Похоже, я ошибся. А тот торговец всякими штуками не шарлатан. И нам реально необходимо какое-то оружие, чтобы можно было справиться с оборотнем. Или я не знаю. Он все мои атаки отбил. Я даже его ни разу не ударил. Прикольно. Ну ладно, с этой загадкой будем, так сказать, разбираться в следующей части. Такая вот будет интрижка. Что мы не смогли справиться с каким-то волчонком-оборотненком. Но это будет уже в следующей части. Здесь пока данное видео оканчивается. Благодарю вас за просмотр. Всего доброго. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok